Рассмотрим множество тех натуральных чисел n, для которых 2 в степени n минус 3 делится на 5. А также множество натуральных n, для которых 2 в степени n минус 3 делится на 13. И множество натуральных n, для которых 2 в степени n минус 3 делится на 65. То доказывается, первые два множества бесконечны, а третье пустое. Никогда 2 в степне не может дать остаток 3 при делении на 65. Хотя казалось бы, остаток 3 при делении на 5 дает, при делении на 13 тоже дает, а вот при делении на 65 не дает. Проверить это очень легко. Фактически для этого нужно составить такую табличку. Смотрите, здесь будем писать число n, 1, 2, 3, 5 и так далее. А здесь будем писать остаток от деления 2 в степени n на 5, а здесь остаток от деления 2 в степени n на 13. Здесь все легко, 2, 2. Здесь опять 4, 4, пока все хорошо. Число 8 дает остаток 3, здесь 8. Уже расхождение получилось, ничего страшного. В 2 раза увеличиваем. Здесь получается остаток 1. Здесь получается остаток 3. Да, между прочим, тройка, смотрите, здесь возникла. А если она 1 раз возникла, то дальше, разумеется, будет повторяться. Потому что после единицы пойдет опять 2, 4, 3, 2, 4, 3 и так далее. Так что я доказал, что верхнее множество бесконечное. Отлично. По тем же причинам второе множество бесконечное. Тройка здесь появилась. А сейчас увидим. Здесь период немножко подлиннее, но ничего страшного. Здесь 6, здесь получается 12. Вот я виноват, что не рассчитал таблицу. Потому что видно, что 12 это минус 1. И поэтому придется табличку продолжать дальше. Давайте я на соседней гости это сделаю. Оказывается, 2 в степени n сравнимо с тремя по модулю 13. Это то же самое, что число n дает остаток 4 при определении на 12. Потому что, по-моему, эти реформы 12 являются периодом. И вы видите, что все эти числа разные. То есть, двойка первообразный корень по модулю 13. А вспоминая нашу предыдущую табличку, мы понимаем, что 2 в степени n сравнимо с тремя по модулю 5. Тогда это уже тогда, когда число n дает остаток 3 при делении на 4. Во всяком случае, здесь оно должно быть четным, а здесь оно должно быть нечетным. Давайте уж я перепишу и туда влечь вам тоже, чтобы вы это увидели. 1, 2, 4. Вот, обратите внимание. Тройка вот здесь. 12 – это полная длина периода. Дальше все будет повторяться, поэтому дальше можно уже и не писать. И нет столбца, в котором тройки встретились бы одновременно. Значит, действительно, одно может быть бесконечное, другое бесконечное. А вот так, чтобы и при делении на 5, и при делении на 13, остаток был бы равен 3, такого не бывает. Но я ужинов grenаповый. В этом месяце – это не на disturbе, но в том, что вы, в том, что это надо, но тем интересно, я знаю, проста. Для этого можно не помочь